Слава нашему Господу! Я знаю, что вы уже на время смотрите, как и я. Знаете, я смотрел уже, что время осталось 10 минут. Но хотелось бы чем-то поделиться с вами. Хотелось бы, на самом деле, порассуждать вместе. Я думал, какую из-за темы. Знаете, мне когда-то на молодежную молодежь поручила приготовить одну тему. Знаете, у нас молодежь сегодня такие все умные стали. Они приходят, говорят, Аллах, ты должен приготовить такую тему. Не просто что-то, о чем-то. Мы хотим слышать что-то. И, знаете, задали мне тему зависть. Они дали мне 4 темы. Ну, и далее одна из них была зависть. И, знаете, когда я послушал слово зависть, думаю, ну, интересная тема. Но как бы я на нее еще не проповедовал никогда. И, знаете, думаю, для себя интересно что-то брать новое. Почему ты можешь думать, рассуждать и готовиться. Поэтому я бы хотел сегодня вместе с вами порассуждать на зависть. И когда мы говорим слово зависть, знаете, многие из вас сразу подумают, ну, мы чего нового не услышим. Опередил я вас или нет? В основном, если говорим зависть, ну, окей. Ну, что сейчас Аллах скажет нам нового о зависти? Ничего нового не скажу. Но я хотел вместе с вами, на самом деле, немножко порассуждать о зависти. Я хотел бы сказать 4 аспекта, 4 вещи. Я пробовать поделил на 4 части. Первое. Я хотел порассуждать, как Бог смотрит на зависть. Второе. Зависть. Почему? Как она влияет на нас? Как победить зависть? Я хотел, на самом деле, чтобы мы с вами могли немножко порассуждать. Первое. Как вообще, почему Бог смотрит на зависть и как Он смотрит на нее? Мы читаем Галатом. Это 5 глава. Там написано такое местописание. Дела плоти известны. Они суть. Превлеводеяние. Блудни. Чистота. Непотребство. Идолослужение. Волшебство. Вражда. Ссоры. Зависть. Гнев. Распредразогласие. Ереси. И дальше ненависть и убийство. И написано, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Библиотносят. Дела плоти известны. Дела плоти. Суть что? Суть зависти. Представьте, один из перечислений есть, это говорится о зависти. И поступающие так Царство Божие не наследуют. Я не знаю, как в вашей церкви у нас на замечание еще никого не взяли за зависть. Вас не брали никого? Представьте, Библия говорит, что кто-то завидует, что Царство Божие не наследует. Мы читаем книгу, мы читаем здесь второзаконие, написано о десяти заповедях. И второзаконие, знаете, среди перечислений заповедей, Библия относится именно заповедь о зависти. Не пожелай. И там перечислений ничего не пожелать. Вы помните, да? Не жилы, не дома, не машины. Я перенечу на наш момент. И Библия говорит, почему? Когда Бог давал закон, десять заповедей, давал израильскому народу, Он говорит, что с десяти заповедей, одна из них была очень важна, не завидуй. Бог относился к вопросу зависти очень-очень сильно. И когда мы говорим о младенчестве, Коринфянам написано, если между заповедями зависть, споры и разногласия, то что? То не плотские ли вы? Библия говорит о том, что если я плотский, я думаю, что я духовный человек, сегодня я пришел в церковь, я духовный, но если даже я молюсь на языках, даже я пророчествую, даже если я язык кафедрой проповедую, но если я завидую, то что Библия говорит, что я плотской человек. А другими словами, я еще есть младенец во Христе. И вот Библия, когда мы читаем в Римлянам, Библия говорит, так же самое местоописание, что у нас есть такой предвзятый ум или такой испорченный ум. Это кто? Это тот человек, который завидует. И представьте, на самом деле Библия или Бог смотрит на человека, который завидует очень серьезно. И задается вопрос, почему? Почему Бог настолько смотрит на нас серьезно? Или другими словами, как зависть вырастает в нас? За счет чего зависть вырастает? Я не знаю, как вы обращали внимание, но зависть растет в нас, когда мы себя начинаем сравнивать с кем-то. Вот я приехал на такой машине, знаете, у нас как-то был интересный момент. В церкви один брат собирал деньги, купил новую сиену, все, приезжает в церковь на сиене, купил у дилера, заезжает, и в это время еще один брат заезжает, тоже на такой же сиене. Ну, знаете, этот брат купил на Акшене, очень дешево, в Мизуре где-то взял, и приехал в Сиетлу уже на такой новой сиене. Он смотрит, где ты взял? За сколько ты ее купил? Я купил на Акшене за такую-то сумму. Он смотрит, и человек, знаете, приходит ко мне, а у него салвич тайтл. Я говорю, ну, по крайней мере, не нравится, что у него салвич тайтл. Человек настолько берет зависть, он начинает себя сравнивать, и он начинается сразу же такой, внутри такая реакция начинается неправильно. Вообще в переводе зависть есть печаль о благополучии ближнего. Вот если человек заехал на новой машине, да, а ты уже печальный, и человек зашел в сестра с новой сумкой, и ты начинаешь сравнивать, а моя сумочка уже не такая, как у нее, и у тебя реакция такая, печаль, и ты начинаешь сравнивать. И вот здесь просыпается зависть внутрь нас. Интересно еще, почему зависть в нас просыпается. Это книга «Экклезиаста», написано на такое место. «Экклезиаста», 4 глава, 4 стих. «Видел я так же, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть». Что всякий труд и всякий успех. Знаете, как просыпается в нас зависть, или когда мы можем ее увидеть больше, когда мы видим успех другого. Так или нет? Вот ты увидел успех другого, и знаете, у человека начинается что-то просыпаться, начинает просыпаться зависть. И вспоминаем, когда мы читаем в Библии очень много таких моментов, нет времени всех их говорить. Но когда, помните, одни люди изгоняли бесы, приходят ко Христу, ученики говорят, они изгоняют бесов, запрети им. Почему? Он не ходит с нами. Некогда Иисус Навин пришел к Моисею и говорит, запрети им, они пророчествуют. Почему? Успех кого-то, он побуждает в нас какую-то такую ревность, зажигает, или такую зависть, которая просыпается в нас. Я вспоминаю, особенно рыбаки меня поймут. Я не рыбак, но знаете, когда ты приходишь на рыбалку, то зависть у многих просыпается. По примеру, я вспоминаю, мы были молодежи, это еще было, я был неженатый человек. Мы поехали в Славутище, это Киевская область. И знаете, поехали на озеро, на рыбалку. И наша молодежь, это была суббота, завтра у нас воскресное собрание, мы будем проводить. И вот мы приехали на рыбалку. И знаете, я вообще не рыбак, но закидываю, и у меня клюет. Не знаю почему, но одна за другой. Я вытаскиваю одну, вторую, третью. А брат стоит около меня, брат Максим, это тоже мой друг, он стоял около меня подальше. А сестры бегали к одному другому. Ну как я стал ловиться, сестры около меня, знаете, неженатый молодой человек, и ловлю одну рыбу за другой, вытаскиваю. И знаете, а он стоял, и вижу, что он все ближе и ближе ко мне подвигается. Знаете, он далеко стоял, уже ближе, 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 уже встал вообще в плечо, в плечо ко мне, большой лейк, а он прямо ко мне в плечо встал и тоже закинул. И ничего у него не клюет. И знаете, в конце концов, он меня же сдвинул, я уже отошел в сторону, отошел от него уже 5 метров, уже ловить невозможно рядом с ним. Я отошел уже 5 метров в сторону, закидываю и снова вытаскиваю. Видели бы его реакцию. Он берет эту удочку и начинает просто с силы бить в ту воду. Я говорю, Максим, мы уже, по-моему, дорыбачились. Говорю, нам уже пора отсюда, наверное, уходить, просто едем уже домой, почему завтра нам собрание проводить, а мы еще удочками подеремся. А чем я говорю, на самом деле зависть настолько бывает, когда мы видим успех другого, она нас побуждает чему-то. Братья и сестры, оно вроде бы смешно, но на самом деле не сильно смешно. На самом деле бывает в церкви, когда кого-то человек завидует другому, не дает ему продвижения. Поверьте, я не могу рассказывать все истории, они вам не столько будут назидательны, но сколько я обращал внимания, когда человека выдвигают на служение, из-за зависти кого-то не дает ему двигаться. Говорят, человек хорошо поет, но зависть другого человека не дает ему возможность служить другому. Я бы хотел на самом деле, чтобы вы проверили свое сердце. Что внутри меня сегодня? Если я смотрю на успех другого человека, что меня внутри волнует? Какая реакция внутри меня? Я радуюсь? На Библии написано, радуйтесь с радующимися, да? И плачь с кем? С плачущими. Ну, знаете, что делает зависть? Зависть, когда человек плачет, знаете, мы радуемся. А когда радуется человек, да, то мы печалимся. Вот это все делает наоборот. Зависть все совершенно изменяет. И вопрос, в притчах 14 глава, 30 стих написано, что зависть, это как гниль в костях. Это на самом деле то, что гниет внутри нас. Зависть вызывает реакцию как внутри нас, так и на окружающих. И что делает зависть внутри нас, когда происходит? Знаете, именно злорадство. Когда человек на самом деле, у него горе, а я радуюсь. Я думаю, а так тебе и надо. Я бы хотел на самом деле, чтобы мы проверяли внутри нас, что производится во мне. Если я печалюсь, знаете, бывают люди, которые попадают даже в такую депрессию и печаль, даже нежелание жить. Почему он видит, кто-то так хорошо построил себе дом, а у меня нету дома. И человек в печали, в думу томится, и он приехал позже меня в Америку, а вот у него все есть, а у меня ничего нет. И знаете, человек в депрессии закрывается сам себя. И поэтому, знаете, вся эта реакция, она вызывает ропот и недовольство на Бога. Мы недовольны всем, что мы имеем. Мы не ценим то, что мы имеем. И просто оно вызывает нас негодование к другому. Я не знаю, вы играли в детстве, я помню, у нас в России, я думаю, здесь в Америке играют такие догонялки. Это Лисава у нас называли еще на Украине. Когда ты передаешь от другого, ты бежишь, догоняешь другого. И знаете, вот реакция, когда у нас мы завидуем, есть определенная реакция, которая вызывает одно. Одно из других, мы начинаем соревноваться. Человек, допустим, знаете, у нас много роменских в церкви. Они говорят, у нас роменских, это одна болезнь есть. Это не я не говорю, они сами о себе говорят. Если здесь есть роменские ссоры, извините меня, это они сами о себе рассказывают. Так вот у нас есть такое, говорит, если кто-то сделал ремонт с нашей, говорит, то мы обязательно тоже делаем ремонт. Почему? Говорит, мы не можем, у нее новая кухня, у меня еще старая кухня, она должна изменить. Знаете, и бывает, вот такая зависть вызывает какие-то такие соревнования. Такие, знаете, мы начинаем такое соревнование делать. Почему? Мы спешим что-то изменить. И для этого что мы делаем? Мы берем вторую работу, мы берем овертаймы, мы с тракой не выходим. Почему? Ну мне же нужно догнать его. У нее же новый холодильник поставил, там китченейт или что-то другое. У нее что-то машина какая-то другая. Знаете, зависть вызывает нас на определенные действия. Не просто там люди в себе, я хочу догнать этого человека. Не просто догнать, мне же его надо и перегнать еще. И бывает, мы настолько задействованы этой работой, настолько задействованы такими соревнованиями, что просто мы бежим и забываем, что мы бежим туда, куда не нужно бежать. Что мы теряем наших детей, мы не уделяем им внимания, мы теряем служение. Почему? И вроде бы маленькая зависть, но она влаживается все в наше время. Люди залазят в кредиты и набирают столько кредитов, что ведняки потом выплатить не могут. И почему? Мы же соревнуемся. Мы же хотим что-то сделать. И знаете, вопрос еще в другом. Когда человек догнать не может, то знаете, что бывает делают? Потому что ты видишь, что догнать не можешь. Человек берет какой-то камень или палку и в него запустит. Ну точно в него попадут. Когда попадут, то уже упадет. И знаете, человек упал, он уже обогнал, пошел, все нормально. Знаете, когда мы читаем Библию, то написано, перевели Христа к Пилату. Вы помните это место, да? Приводят Матфея, приводят к Пилату, Христу приводят Пилата, и Христос смотрит на них и понимает, почему они его привели. Почему фарисеи привели к Христа? Это написано просто, они привели его из зависти. Представьте, нашего Иисуса Христа, Сына Божьего, по сути, распяли просто из-за зависти. И все три с половиной года служения Христа, они ходили за ним. И знаете, они пробовали его искушать, они пробовали унизить его авторитет, кидали эти камни, но думают, вот здесь ошибется, вот здесь ошибется. Они подходили с разных сторон, где бы его поймать? Но Христос всегда отвечал, отходил так, знаете, что они понимали, что они оставались в проблеме. Но пришел момент, когда они его просто приводят к Пилату, говорят, нет, он говорит, ну отпустить может его. Нет. Настолько оно взяло зависть, настолько взяло все зло, наполнило человека, что они не хотят его просто убрать. И говорят, мы читаем в Библии очень много таких моментов, именно в вопросе зависти. Я хотел бы, на самом деле, чтобы мы обратили внимание в свое сердце. Если сегодня я кого-то ненавижу, если я кого-то сегодня не вмещаю, это может быть просто последствия именно вот этой зависти, которая внутри нас. Вопрос другой. Мое время бежит. Как победить зависть? Как на самом деле сделать так, чтобы зависти не было? Number one – это ее увидеть. Поймите, очень тяжело ее увидеть. Почему зависть прикрывается святыми вещами? Фарисеи никогда не думали, что они завидуют. Они понимали, он идет против Писания, он идет против Библии, он нарушает все законы, они целые приговоры ему создали, что он похулил от Бога. А по сути, это маленькая зависть, которую я влекла. Очень сложно, но ее нужно увидеть. Ты должен сам задумываться в себе. Господи, почему мои отношения с человеком неправильные? Почему на самом деле я печалюсь, когда он заезжает на хорошей машине? Почему печалюсь, когда она пришла в новом платье? Или когда он красиво поет, почему я печалюсь? Или почему он проповедует, а у меня сердце не радуется, как он хорошую проповедь сказал, мое сердце печально. Почему? И ты найдешь очень многие вопросы. Что может быть, это просто маленькая зависть, которая тебя гнетет. Второе, что нужно, нужно прийти ко Христу, когда ты ее увидишь. Должен прийти к тому, который дает свободу. По-моему, в Иеремии написано, что когда придет Иисус, Он даст свободу от зависти. Именно даже так и написано, что Он освободит народ свой от зависти. Поэтому я хотел на самом деле, чтобы мы поняли, что Иисус дает нам победу от зависти. И на Голгофе мы сможем наполниться любовью к ближнему. Аминь. Если я люблю ближнего, я не буду завидовать. Почему? Я буду радоваться. Знаете, у меня есть друзья в разных штатах. И когда я приезжаю в Калифорнию, там Дима Тупиков есть. Знаете, я всегда у него ночью, у него хороший, большой дом, знаете, и баня, и бассейн есть. Если жарко, можно и покупаться, и в бане попариться. Я не завидую ему, я радуюсь. Господи, слава тебе, что у меня есть хороший брат. Я приезжаю к другой штатах, где-то у кого хорошая машина. Ты приехал, человек дал тебе хорошую машину, новая машина. Ты радуешься машину. Нормально, хорошая машина. Ты радуешься за своего друга. Почему? А тебе это благословение. В церкви есть бизнесмены, хорошие тракисты, хорошо зарабатывают, растет бизнес. Слава Богу. Что, церковь может строиться? Аминь. Давайте на самом деле в этом, когда мы будем любить ближнего, радоваться за ближнего. И когда ты будешь радоваться за него, это благословение для тебя. На самом деле это успех и благословение для нас всех. Когда другие люди радуются. Еще вопрос, что очень важно, чтобы побеждать зависть. Мы должны оценить то, что мы имеем. Мы должны понимать, что Библия говорит, что у нас и голоса на голове сочтены. Аминь. Вы верите в это? Бог на самом деле руководит и устрояет наше жизнь. Он знает все о нас. Он благословляет и ведет нас. Я хотел, чтобы мы на самом деле ценили тем, что Бог нам дал. Если вы понимаете, что у кого-то лучше, а у вас вообще никак, то я вам предлагаю съездить в Мексику, в Африку, в Индию. И посмотрите, вы оцените, что вы имеете. Если вы думаете, что вы ничего не имеете, можете к Марку подойти, он там жил долго. Он вам расскажет, какая жизнь в Африке и что они там имеют. Знаете, одна кукуруза такая, которую едят на завтрак, обед и ужин. Если рис, это праздник. То я думаю, что на ваших столах сегодня больше, чем рис или кукуруза. Многие, я думаю, мы даже кукурузу и не ели, наверное. Корм, да, что это такое. Ну, давайте цени то, что мы имеем. Я как-то на Фейсбуке смотрел один интересный такой ролик, что один человек приехал на Ламборгини до речки, такой-такой залив, и смотрит, яхта плывет такая красивая. Знаете, я посмотрел на эту яхту, говорит, как я хочу такую яхту. Там и вертолет можно посадить, и такая яхта хорошая. А я еще, наверное, на Ламборгини катаюсь. Когда отъезжает человек, другой на траке едет, большой трак, новенький, трак высокий, смотрит на Ламборгини, говорит, как я мечтал Ламборгини такой иметь. И знаете, а другой после этого смотрит, там уже на Toyota Camry, да, приехал, уже смотрит, да, думаю, на трак, вау, 4x4, какой высокий трак, насколько я могу перевозить, насколько я могу все ездить, везде там, где-то поехать погонять, да, по горам, еще где нужно. На Camry осуждает, ну, думаю, у меня нету такого. И знаете, потом другой человек уже на мотоцикле посмотрел, вау, у него Camry, дождь не страшен, он себе ездит, со мной маленький мотоцикл, там еще борта плохо работает, и тоже завидует, что тот на Camry ездит. А вот, а другой на велосипеде, посмотрел на велосипеде и едет, а тот на мотоцикле, такой скорость большая, сколько мне крутить надо, пока я докручу до этого. И знаете, и смотришь так, там в том ролике было наказано, каждого переживания и писал, что он говорил. И в конце концов, другой, знаете, идет пешком, говорит, вот тот на велосипеде, а я пешком должен ходить. И знаете, в конце концов, человек сидит просто в коляске и смотрит на человека, который идет пешком. Говорит, насколько он имеет благословение, что он идет пешком, а я в коляске не могу пойти просто так. Братья Иисуса, давайте ценить то, что мы имеем. Жили без масок, не ценили, воздух не нравился, знаете, сегодня живем в масках, сейчас уже без масок, уже ценю Господь Славы, что уже маски сняли. Давайте просто жить с сегодняшним днем. Давайте на самом деле быть позитивными, радостными, веселыми. Почему, Господи, ты даешь и ты благословляешь эту жизнь. У нас вчера была свадьба, знаете, там, Галю Зелинскую, она здесь сидит, ее сын женился. Мне выдало такое привилегие сочитывать их, именно проводить сочетание. То знаете, я побыл на свадьбе, вечером пришли, просто общались. И одна девушка приходит и начинает рассказывать, на свадьбе было вот это, вот это, вот это, вот это неправильно, то плохо, то что-то не так. Я сижу, я слушаю и думаю, интересно. Я был на той же свадьбе, такое ощущение, что на этой свадьбе не было. Я посидел на свадьбе, пообщался классно, там музыка, просто группы не было, но музыка играла. Да, ну еды было, ну как на конференции, да, ну нормально, наелись, все хорошо. Знаете, я сижу, у меня столько всего, Боже, слава тебе, хорошо прошло, да, ну окей, там бар такой, ну окей, ну на самом деле, давайте быть довольными то, что есть, давайте на самом деле ценить то, что мы имеем. Ну, кондишн работал, знаете, даже в такой старую барны, все равно кондишн дул, ну пускай не сильно хорошо, но давайте на самом деле просто ценить то, что мы имеем. На самом деле, Бог дает это все, давайте просто радоваться, Господи, ты устраиваешь мою жизнь, не завидовать, а ликовать. И еще очень важно, последнее, чтобы я хотел сказать, как побеждать зависть. Давайте понимать наше предназначение на этой земле. Цель наша на этой земле Цель, для чего мы живем И знаете, если мы ставим приоритеты Чтобы быть богатыми Иметь хорошие дома Занимать какие-то высокие положения или должности На самом деле ходить в дорогих костюмах И ходить в дорогих щузах Или что-то другое Цель, цель на этой земле Если цель, вот это все, это политические достижения Все остальные вопросы, да, то мы будем завидовать Мы будем стремиться идти по головам других Чего-то достичь Но если моя цель, Господи, это небо Боже, ты приготовил на твоей церкви небо Братья и сестры, аллилуйя То если Бог приготовил для меня небо Господи, если ты хочешь ввести меня в твое царство То давайте радоваться тем, что мы имеем Это не важно Библия говорит, ничего не должно отделять меня от Христа Почему? Мы должны полюбить Его на самом деле Это общение с Ним, это молитва То, что сегодня брат говорил о всеоружии Божьем На самом деле самое дорогое Это общение с Богом, с царем, с царем Быть исполненным Святым Духом А что хочет дьявол? Дьявол хочет вот это все забрать Он хочет, чтобы мы завидовали Чтобы мы попадали в такие соревнования Всякие кредиты, лоны Что мы просто мчались и опережали кого-то других Но это не цель Одно мгновение И все проходит Знаете, я бываю по работе, смотрю, мы бежим Всегда куда-то опаздываем На самолетах летаем Телефоны, имейлы Все, все настолько загружено Вся наша жизнь Бегом, я не знаю, как у вас У нас все это, все мы бежим И никогда не всегда опаздываем И нету времени Знаете, что интересно Если когда ты заболел Уже никто никуда не спешит Уже все работы Уже все планы Все мероприятия Все ставится на холд Уже тишина Домой покой Папа, ты дома? Да, я уже дома Уже ни поездки Ничего, все меняется Давайте на самом деле Поймем наши приоритеты Самое главное Не просто разбогатеть на этой земле Мы временные И это все, но просто временное Давайте на самом деле Любить Бога Служить Богу И искать свое призвание Бог для каждого у нас имеет свое призвание Давайте пользоваться им Если я умею петь, пой Умеешь проповедовать, проповедуй Но не нужно стремиться То, что не твое Мне когда к кресту пришли ученики И сказали, он крестит больше Но Иоанн сказал, нет Это его призвание Я говорю вам, что я не мессия Ему должно расти И мне умоляться Давайте знать свое призвание Давайте знать свое положение И дорожить то, что мы имеем Сори, мое время уже перетянуло вас больше Будем молиться Давайте проверим свое сердце Господи, на самом деле Может быть у меня Закралась эта зависть Кто-то говорит, у меня нет Но моя цель проповедь Для того, чтобы она у вас и не была Чтобы она к вам не подходила Чтобы вы могли бы Когда она только Будет вам шептаться Подходить Чтобы вы сказали А, мы знаем Что это не так все безобидно Сатана отойдет на меня Пускай Бог область советнался Давайте проверим свои приоритеты На самом деле Что важно в моей жизни Молимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому